Доброе утро! О событиях и темах нового дня расскажут корреспонденты программы Наши Новости. В студии Василий Морозов и Татьяна Динер. Здравствуйте! Совсем скоро творческие коллективы Смоленского района выйдут на новую сцену. Сегодня в райцентре откроется после реконструкции Дом культуры. Последние 11 лет здание стояло заброшенным, а теперь в нем появились хореографические и актовые залы, три репетиционных класса, кабинеты для сотрудников. В ходе реконструкции также расширили сцену в зрительном зале, установили в нем новые кресла, занавес, цветовое и звуковое оборудование. Открывать Дом культуры приедет лично губернатор Александр Каролин. На церемонии готовятся выступить лучшие творческие коллективы района. Среди артистов будут и те, кто присутствовал на открытии ДК еще в 1966 году. Мне посчастливится, что я второй раз, второй раз буквально буду присутствовать на открытии Дома культуры. И, наверное, культура в Смоленском районе поднимется на более высокий уровень. Почему? Потому что к нам будут приезжать и профессиональные артисты. Материал об открытии Смоленского Дома культуры смотрите в одном из наших ближайших выпусков. Изношенность тепловых сетей привела к коммунальным авариям в Барнауле, Змениногорске и нескольких районах края. А своевременная закупка ресурсов осложняется из-за долгов населения за услуги ЖКХ. Об этом заявил губернатор края в ходе пресс-конференции. Отопительный сезон в этом году начался раньше среднегодовых сроков и легким его не назовешь. По словам главы края, в регионе могут появиться проблемы с расчетами за поставки угля, газ и электроэнергию. Причина в том, что многие муниципальные учреждения не погашают долги и запотребленные услуги. В этом году для создания нормативного запаса топлива закуплено 43 тысячи тонн угля. Краевые власти планируют увеличить резервный запас топлива. Дополнительные торги по закупке должны пройти уже в декабре. В целом, по словам Александра Карлина, к сложным погодным условиям регион оказался готов. Но я должен сказать, что ситуация далека от той, чтобы расслабиться и все в режиме автопилота дальше вести дело. Нет. Есть напряженность в бюджетах муниципальных, есть напряжение у хозяйствующих субъектов. Причин много, они нам известны, но, к сожалению, устраняются они медленно. Рейсовый автобус использовали наркодилеры для транспортировки запрещенного вещества. В Алтайском крае оперативника задержали 53-летнего курьера, который под видом обычного пассажира перевозил героин. Его сняли с рейса Новосибирск-Белокуриха прямо на федеральной трассе М-52. Мужчина не оказывал сопротивления, но очень расстроился, что был замечен сотрудниками наркоконтроля. В сумке 100 копеек, не знаю сколько грамм, героина, и весы я купил там в Арнауле. Всего у курьера изъяли около 150 граммов концентрированного героина, который задержанный планировал разбавить и продавать в крае. В этот же день в Новосибирске арестовали и двух других участников межрегиональной группировки. Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий у всех участников преступной группы было изъято порядка 200 граммов героина. Самые правдивые СМИ с самыми неподкупными журналистами. В Арнауле назвали победителей краевого конкурса школьных редакций. Из 93 детско-юношеских коллективов в финал вышли только 12. Это школьные сайты, газеты, а также телерадиостудии. Ребята рассказали и показали краевым журналистам, чем живут в молодежной редакции. Кто-то просто поведал об истории создания своего объединения, а кто-то даже устроил импровизированное ток-шоу-радиоинтервью. По словам членов жюри, юные журналисты неплохо пишут, а также умеют работать со звуком и видео. Особенно экспертам понравились радийные заставки. Причем наставники школьных редакций утверждают, дети, даже пятиклассники, практически все делают сами. Где мы приткнулись, встали, там мы будем стоять, записывать. То есть у нас переносной ноутбук, маленький микрофон. Если вы там видели, мы там книги подкладываем, чтобы они были маленькие, чтобы они были выше, видно текст. Мы уже не первое поколение студийцев. До нас работали ребята, но, конечно, они передали нам свой опыт. Ну, также читаем дополнительную литературу. Но в основном это все практика. Больше всего мне нравится подобрать такой кадр, чтобы была красивая, красивая картинка. Для любителей реалистичной живописи в Бийске сегодня открывается выставка художника Василия Куксы. Экспозиция приурочена к полувековому юбилею барнаульского художника. Его творчество известно не только на Алтае. Картины выставлялись в Москве, Китае, Франции. Василий Кукса считает, что из линий и красок, из рефлексов и бликов природа творит смелые комбинации и неожиданные эффекты. Поэтому его работы – это прежде всего тема алтайской природы, мотивы архитектуры Барнаула и европейских городов. На выставке, которую увидят бейчане в выставочном зале Наукограда, будут представлены пейзажи, натюрморты и портреты. Конюшни ипподрома Алтай пополнили новые чемпионы. Рыжие жеребцы, кабриолеты, форпост, пятилетние орловские рысаки недавно прибыли в Белокуриху из Уфимского ипподрома. Кони – неоднократные призеры соревнований в Республике Башкортостан. Это не первые красавцы в конюшне. Осенью ипподром приобрел в Баден-Бадене лошадей породы английский и европейский рысак. А до конца года к элитной компании присоединятся еще два американских рысака-трехлетки. Считается, что эти кони превосходят врезвости знаменитых орловских скакунов. Уже в феврале рысаки выступят за Алтайский край на фестивале «Сибирская масленица». Тихая, спокойная жизнь, как в деревне, но только в городе. В Барнауле готовится к сдаче вторая очередь таунхаусов от строительной компании «Барнаул Капстрой». Современную застройку уже по достоинству оценили новоселы. О таком просторе, говорят хозяева, можно было лишь мечтать. Это только кухня. Поднявшись по лестнице, попадаешь в жилые комнаты. Два полноценных этажа в квартире семья Черемис считает лучшей находкой строителей. Говорят, комфорт буквально чувствуешь кожей. При минус 30 градусов у нас батареи на самом минимуме и в квартире довольно-таки тепло. Теплый пол, ребенок бегает. Создается впечатление, как будто бы это свой дом. Загородная жизнь в черте города. Такую необычную задумку застройщик осуществил уже в первой очереди таунхаусов. На подходе вторая. Окна новых домов даже будут выходить на березовую рощу. Зеленых зон планируется больше. Для каждой квартиры предусмотрен гараж. А сами дома строят по новейшим технологиям. Конструкция системы выполнена таким образом, что позволяет сохранить и даже, может быть, приумножить тепло внутри квартиры. Они позволяют жильцам экономить, в принципе, до 30%, даже, может быть, чуть больше коммунальных услуг. Вместе с современным жильем Новосел получает и развитую инфраструктуру. На территории застройки, зоны для отдыха детей и взрослых, рядом магазины и детские сады. А если захочется сбежать от тихой, почти сельской жизни, в считанных метрах есть автобусная остановка и хорошая развязка на все городские направления. Таунхаусы расположены по адресу город Барнаул, улица Геодезическая. Соревнования без ограничений. В Бийске сегодня пройдет открытый паралимпийский день. На площадках спорткомплекса «Заря» развернутся настоящие баталии. Спортсмены-инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и зрения будут состязаться в теннисе, плавании, ботче и русских шашках. Язык, который понятен во всем мире, даже без слов. В этом танце не принято разговаривать, улыбаться, в нем даже не принято смотреть друг другу в глаза. Международный день танго отмечается сегодня. Страстный танец, в центре которого мужчина и женщина, их взаимоотношения, ревность и чувства, появился в 19 веке в столице Аргентины, в городе Буэнос-Айрес. А в веке 20-м танго завоевало весь мир и теперь даже в морозном Барнауле танго танцуют люди почти всех возрастов. Сюжет о языке танго мы уже готовим. Не пропустите наш вечерний эфир. А у нас к этому часу все новости. В студии работали Василий Морозов и Татьяна Динер. Хорошего дня, а прямо сейчас о погоде. Редактор субтитров А.Семкин